Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проведем урок самопознания на тему «Я гражданин». Мы раскроем значение понятий «гражданин», «патриотизм», «гражданские качества». Поговорим о нашей стране, республике Казахстан. Предлагаю вам разгадать Регус. Как вы уже догадались, это слово – Родина. А теперь садитесь поудобнее и прослушайте притчу о Родине. Жил человек там, где родился. Как-то раз захотелось ему взглянуть на белый свет, найти такую страну, где всем живется весело, богато и счастливо. Отправился он за тридевять земель, прибыл в страну, о которой мечтал и стал там жить. Жилось там человеку не хуже, чем в родных краях, а в чем-то, может, и лучше – места красивые, дома прекрасные, пищи и одежды в изобилии. Но для счастья человеку всегда чего-то не хватало, просила его душа о чем-то. Никак не мог понять человек, чего же ему не достает в тридевятом царстве. Как-то ночью ему не спалось, думы думались, ответы на разные вопросы искались. Захотелось человеку разобраться в своей душе. Вдруг слышит он тихую, но очень родную мелодию, играет знакомый с детства музыкальный инструмент, прислушался. Да ведь эту песню пела мне в детстве, перебирая струны дамбры, мама осенила вдруг его. Еще внимательнее стал человек вслушиваться в звуки музыки, и понял он, что это его родина к себе зовет. Затасковал человек по отчей земле. Дома стали видеться не такими прекрасными. Маленький дом, что строили вместе с отцом, милее и дороже. Одежды не такими богатыми. Простая рубаха и брюки, что носил он в родном краю, гораздо удобнее. Еда не такой вкусной, как родниковая вода и горячая лепешка в родном ауле. Ничего не хотелось человеку с тех пор. Только бы вернуться поскорее в родные края, где солнце яркое и небо чистое, где горы высокие и степи бескрайние, где шелестят травы сочные и растет деревце им посаженное. Бросил человек тридевятое царство и отправился туда, куда звала его душа, на родину. Солнце ярко освещало его путь. Дорога словно звала за собой. Сердце билось радостно, как птица, предвкушая счастье, которое не купишь ни за какие богатства мира. Это был путь на родину, дорога к себе. Все земли хороши, а своя всех лучше. Скажите, ребята, что оказалось для человека самым дорогим в жизни? Верно, родина. Какое место на земле вы называете своей родиной? Наша родина – это то место, где мы родились и выросли. А что оно значит для вас лично? Это родные места, близкие люди, святая память о тех, кого вы любите. А что значит быть гражданином своей страны? Быть гражданином значит жить с Казахстаном в сердце. Слова Нурсултана Абишевича Назарбаева. Ребята, скажите, пожалуйста, а что такое патриотизм? Патриотизм проявляется не только в героических делах и поступках, но и в простой заботе о родном городе, ауле, природе родного края. Предлагаю выполнить задание. Выберите понятия, которые включает в себя слово «гражданин». Патриотизм, равные права и обязанности, уважение к законам страны, занятие физкультурой, стремление получить образование, активная творческая деятельность, уважение к государственным символам. Подумайте. Верно, ребята, гражданин уважает и соблюдает законы государства, пользуется правами и соблюдает обязанности, стремится получить образование, быть активным в общественной жизни. А теперь подумайте, какие гражданские качества помогают человеку принести пользу своей родине? Это героизм, мужество, честность, ответственность и, конечно, патриотизм. А теперь я предлагаю вам составить симплей к слову «Родина». Первая строка – одно существительное, отражающее тему. Вторая строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. Третья строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. Четвертая строка – это фраза, несущая определенный смысл. И пятая строка – заключение, в форме существительного, ассоциация с первым словом. Давайте проверим. Родина – любимая, единственная, жить, защищать, любить. Страна, в которой мы живем – Казахстан. В заключении я предлагаю вам прослушать строки из стихотворения Сергея Германцева «Земля Казахстана». И хочу я земле в пояс поклониться, Той земле, на которой довелось мне родиться. Ты бескрайняя степь нашей Родиной стала, Ты щедра к своим детям – земля Казахстана. Я желаю вам, ребята, быть патриотами нашего суверенного государства. Спасибо за внимание. Успехов в учебе!